Доброе утро. Доброе утро, Одесса. Ученик тот, который следует за Богом. Мы уже говорили об этом. Ученик тот, который принимает Слово. И мы тоже поговорим об этом. Евреям 4, 11-14. Там сказано, что Слово Божие разделяет между Духом и Душой. И оно различает намерения сердца. Только Бог знает сердца людей. Не всегда я могу знать сердце человека, если только Бог не покажет мне. Но у Слова Божьего есть способность разделять между Душой и Между Духом. Когда я читаю Библию, Библия читает меня. И в Новом Завете Словой Божьим говорится, что это зеркало. Прежде чем священники входили в святое святых, они должны были мыть руки в умывальнице. Она была медной, и она была зеркальным отражением. И, кажется, еще в Новом Завете говорится, чтобы мы омывали себя водой Слова. Вы думаете, что знаете свое сердце. Иногда, возможно, так, а иногда нет. Только тогда вы можете знать, в правильном ли состоянии ваше сердце, только когда Бог вам показывает это. А не тогда, когда вы хотите, или думаете, что да, все в порядке. И то же самое это похоже на меня. Я попытаюсь сказать, я выгляжу вот так вот, рано утром, еще не посмотрев в зеркало. Вчера я взглянул на себя в зеркало, все было со мной в порядке. Прошло два дня. И я все еще помню, как я выглядел два дня назад. Остальные люди смотрят на меня и говорят, о, да, ты должен причесаться. У тебя еще еда на лице. И твой нос не очень чистый. И я думаю, что я выгляжу очень хорошо. Но все остальные смотрят на меня и говорят, ой. То же самое с нашим сердцем. Возможно, вы думаете, что ваше сердце в правильном состоянии. И, возможно, вы думаете, что все ваши мотивы правильные. А вы не знаете. Это высокомерие, думать, что вы знаете это. Единственный способ, как вы можете узнать все про себя, это посмотреть, что Слово Божие говорит об этом. Это самая большая проблема людей. Они сами себя понимают неправильно. Либо у них завышенная, либо заниженная самооценка. А мы должны думать о себе именно так, как нужно. Поэтому Слово Божие разделяет Дух от Души. Душа – это то, что исходит от наших человеческих чувств, эмоций. Душа – это наше человеческое рассуждение. Что я думаю, что будет лучше в этом случае. Как я чувствую, как поступить в этом случае. Потому что я чувствую так, я думаю так, поэтому это хорошо. То, что исходит от Духа – это истина от Бога. Из Духа исходит то, что Бог делает в нас, в нашем сердце. Иначе же, как же нам узнать, занимаемся мы служением, либо просто делаем хорошие дела? Возможно, я смотрю на что-то, что достойно уважения, достойно почтения. Это нужно делать, этим нужно заниматься. А Бог, наоборот, смотрит на это и видит, что я не должен этого делать. Слово Божие способно показывать нам мотивы наши, намерения. Поэтому, вот почему важно так, чтобы мы читали Слово. И чтобы мы искали Бога во всем, что мы не делаем. И, возможно, Бог призовет вас к тому, что не так очень привлекательное вы, выглядит, и вы будете думать абсолютно о другом, чем бы вам заниматься. И та причина, почему я способен делать все, что я делаю сейчас, в настоящее время. Поскольку я раньше делал все то, что Бог мне говорил делать, в то же время мне этого не хотелось. И это было годами. Годы и годы. Поэтому, хочешь ли ты делать то, что ты хочешь делать? Или ты будешь делать то, что Бог хочет от тебя? Продвижение не приходит от юга, с севера, с запада и востока, но от Бога. И воля Бога для вашей жизни Исполняется в том случае, когда вы проходите экзамен, а не когда пройдет некоторое время. Иногда у нас бывает такое неправильное понимание. Мы думаем, ну вот, Бог через 5 лет сделает это, или через 10-20 лет это уже сделает, совершит. Псалм, I believe, 103. Кажется, 102-й псалом. Псалм 105. 104-й псалом. Verse 15-20. Read it. No, don't read it. Just translate the verse. I don't need you to read it. Because it's different psalms. I have to know what it says. And verses? Verses? Which verses? It's about Joseph, yeah. And in verse 19 in my Bible says, Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. 104-й псалом, 19-й стих. Доколе исполнило слово его, слово Господне испытало его. Кто-то к камере подойдите. Мне надо будет рисовать. Хочу вам показать один пример. Возможно, вы слышали, когда Дон Финто приводил этот пример. Нарисуйте такую линию прямую. Это обетование. Это представляет собой время. Еще одна линия. Поэтому это обетование, а это время. Бог дает вам обетование здесь. И нужно время, чтобы исполнилось это обетование. Когда вы проходите этот экзамен, то вы продвигаетесь ближе к исполнению обетования. Но когда вы здесь, или вы здесь, или вы здесь, или вы здесь, ничего не происходит, потому что это не правильный момент. И когда вы находитесь в любой из этих точек, ничего не происходит, потому что еще время не подошло. И там сказано, что Иосиф был в темнице до тех пор, пока Слово Бога не испытало его, не проверило его. Помните те сны, которые Бог дал ему? Когда он еще был очень юным. И затем где-то 13 лет он был рабом. Примерно 13 лет. Ну, долгое время это было. И когда время обетования встретились, когда пересеклись эти линии, то внезапно что-то начало происходить. До того момента кажется, что Бог движется очень медленно, ничего не происходит. Но когда встречается обетование, и это время, то все начинает происходить очень стремительно. Понятно? Так же самое происходит в вашей жизни. У нас есть обетование от Господа. Если мы верим, и если мы терпим, претерпеваем, то мы наследуем обетование, как говорится в послании к евреям. Вы должны верить и терпеть. Но когда вы ждете годы, то очень легко оставить все. Очень легко прекратить верить. И как происходит с большинством людей. Но затем, в то же время, они не испытают то, что Бог планировал для них. Или же только лишь маленькую частицу того, что Бог планировал. Поэтому очень важно, чтобы мы брали себе эти обетования Бога. И если Бог дает вам определенные сны и видения, то вы должны верить в это. И, как сказано, сначала обетование испытало его. И это означает, что мы принимаем обетование Бога, когда только проходим экзамены. А не только из-за того, что время прошло. Три различных вида испытаний. Первое – это испытание веры. Испытание на послушание. Испытание на честность, на целостность. Кто верен в малом, будет верен в большом. И испытание веры. Испытание послушания. И испытание целостности. В Библии вы можете найти очень много примеров тому, как люди проходили эти испытания. И очень важно узнать, что же Бог делает в нашей жизни в определенное время. Если мы не поймем это время, то мы не пройдем тест. Возможно, Бог хочет, чтобы вы остались верными в том, что, может, даже для вас окажется скучным. И такая тенденция загрняется. Но это не так важно. И это не такое уж сильно большое. Главное в жизни. Поэтому зачем все усилия прилагать к этому? Но когда я иду в церковь, поклоняться я поклоняю всем своим сердцем. Поклоняться в церкви или же исполнить что-то малое, оно одинаково, оно равносильно. И это может нам сказать о чем-то. Что маленькое, на самом деле, не маленькое. Это небольшое, на самом деле, не такое уж небольшое. На самом деле, оно большое. Потому что, если я верен в малом, то мне будет дано много. Если я не верен в малом, то мне большое не будет дано. Поэтому, даже если у меня совсем немного денег. И обычно, именно в этой сфере, чаще всего, люди терпят неудачу. И в Библии эта тема денег упоминается чаще всего. Деньги, наши ресурсы, наше владение, то, чем мы владеем. Если ты верен с небольшими деньгами, то Господь говорит, что Он даст вам духовные богатства. Поэтому Бог говорит, если вы не можете быть верны в этих неправедных деньгах, то кто даст вам настоящее богатство. И поэтому мы должны понять, что маленькое, на самом деле, большое. Маленькое – это, на самом деле, испытание. И, возможно, Бог хотел богословить вас уже давно, но вы все еще ждете. И вы говорите про себя, ну, у меня немного денег, не важно, что я с ними делаю. Поэтому Бог проверяет нас на честность, на целостность. И обычно, когда Бог дает нам какие-то деньги, обычно это по какой-то причине. Когда я еще только учился в библейской школе, в нашей школе было 200 студентов. И как же мы проверяли, все ли студенты пришли. У нас была карточка, с помощью этой карточки мы вставляли ее, и затем там отмечалось, кто пришел, а кто нет. Иногда у нас возникало такое искушение, как бы эту карточку провести через механизм, а затем пойти в Макдональдс. Я думаю, что каждый такой делал пару раз. Я не думаю, что это повлияло на мое спасение. Но мы должны быть также осторожны, так как если мы идем на компромисс в этом малом, то затем это влияет на нашу судьбу. Наш характер. Если я работаю в мире, и Господь говорит, работайте так, как если бы вы работали для Господа. Не только тогда, когда ваши начальники смотрят на вас, но работаете постоянно. Это также испытание. Это испытание. Это не просто может быть это испытание, это на самом деле испытание. То, что вы делаете в этой ситуации, определить, что вы будете делать в будущем в своей жизни. Или же наоборот, то, чего не случится в вашей жизни в будущем. Это важно, да? Но если это истина, это важно. Я могу доказать вам, что Библия, Слово Бога говорит, что это истина. Если Слово Божие является истиной, ну, если это не истина, тогда все равно. А если это истина, то это означает все. Когда мы сделали что-то неправильно, мы просим прощения, Бог прощает нас. И затем мы начинаем поступать правильно. Не надо истязать себя, просто поступайте правильно. Поэтому Божье обетование произойдет и воплотится, когда вы пройдете испытания, а не только когда время пройдет. Если бы кто-то хотел помочь какому-то студенту в школе, то он бы ставил деньги в конверт и прикреплял этот конверт к карточке, личной карточке студента, с помощью которой проверялось время, когда он приходил. Если бы она хотела подарить деньги второй студентке, то она бы ставила деньги в Тане, в конверт и ставила рядом с карточкой проверки времени. Я был там уже долгое время в колледже и никто мне не давал денег. Я увидел, как другие получали открытки или конверты. И в один день, это уже конец был учебного года, я нашел там конверт, который был для меня. Я работал, мне помогали еще из военной части, поэтому я не нуждался в том, чтобы мне давали деньги. Там было 67 долларов в том конверте. Может быть 63 доллара. И в 76 году это было достаточно много денег. Это хорошо, это прекрасно, но у меня все деньги есть, за все счета свои я платил, как бы ничего мне особенного не надо. Я мог бы взять эти деньги и сделать что-то неправильное. И позже в тот день, это у нас был день спорта, один раз в году мы не учились, а мы как бы занимались различными видами спорта. А я играл в баскетбол. А там один парень, но не был таким очень уж хорошим игроком. И каждый раз, когда я хотел прыгнуть, то он... В баскетболе вот это моя область, моя сфера, нельзя, чтобы кто-то пересекал. И мне надоело это, что он постоянно так поступал со мной. Поэтому в следующий раз, когда я прыгал, я выставил свое плечо, я подпрыгнул настолько высоко, насколько можно. Я ударил его в щеку, и щека поранилась, разрезалась. И очень сильно кровотечение было. Ну, я себя чувствовала так не очень хорошо, я же не хотел, чтобы он получил ранение, а просто хотел, чтобы он урок свой получил. А он был женат только один месяц к тому времени. А его жена наблюдала за день, как он играет в баскетбол. Он сказал, нет, нет, у него будет шрам всю оставшуюся жизнь. Я говорю, ладно, хорошо, давайте пойдем к доктору. Мы нашли доктора. А он спрашивает доктора, страховка есть? Нет, страховки. Мы здесь, студенты Белевска колледжа. Нет, сначала вы заплатите тогда. А сколько денег надо? И была именно та сумма, которая мне была дана в то утро в конверте. Именно то количество. И Господь мог сделать так, чтобы я не поранил этого парня. Но, возможно, это была часть его испытания. И Бог дал мне деньги для того, чтобы я заплатил за него в тот день. Пути Господни неисповедимы. Кто знает, что сделает Бог? И почему Он это сделает? Я давно уже не вспоминала об этой истории. Поэтому Господь дал мне деньги на ту нужду, потребность, которая еще не возникла. Понятно? Поэтому Господь иногда может дать вам то, что вам нужно завтра. И, возможно, вам следует помолиться, прежде чем пойти покупать это красивое платье. И если Господь говорит, ну, нет, ладно, используй на то, что ты хочешь. Как Библия говорится, Бог дает нам все обильно для наслаждения. Поэтому наслаждайтесь. Не чувствуйте вину. А что, если у кого-то нет этого? Просто наслаждайтесь. Будьте чувствительны, пытайтесь поделиться, но в то же время можете наслаждаться тем, что есть. Третий пункт. Ученик – это последователь, ученик – это тот, который принимает слово, и ученик – это тот, который работает, он работник. Ешуа сказал, молитесь, чтобы Господь послал работников на жатву. И затем в следующих стихах говорится о том, как он работал со своими учениками, как он их избирал. И помните, что я говорю об общине. Что есть в наличии ученики и те, которые просто посещают церковь. Если я веду церковь, хочу знать, кто же мой ученик. И как я могу узнать? Сначала я расскажу людям, кто такой ученик, и спросите его, хочешь ли ты так делать. И поэтому, что я скажу, если хочешь быть учеником моей церкви, то ты должен быть еще работником, а не наблюдателем. Матерь с тремя детьми не может заниматься тем же, что и одинокая женщина. Поэтому мы должны рассматривать каждого отдельно. Но каждый человек может быть работником. Что-то каждый может делать. Поэтому вот мы в этой сфере должны быть мудрыми. Что же мамы с тремя детьми могут делать? И когда? Возможно, то, что они могут делать дома. Может быть, они могут рассылать письма миссионерам. Какие-то подделки для детей или я не знаю, что-то такое. Некоторые люди проходят такой период в жизни, что у них вообще очень мало времени. И иногда, когда мы видим такое в церкви, то часто говорим, о, они непосвященные. Это не всегда правда. Возможно, некоторые люди сами себя занимают чем-то. Но как мой сын сейчас, он сейчас в университете. И он ходит в церковь. Также он принимает участие в волейбольной команде. И они практикуются 5-6 часов в день. И он еще посещает занятия. И учится. Ему еще надо спать и кушать. И поэтому, как вы думаете, когда он приходит в церковь, остается ли у него много времени? До того, как он учился в университете, начал учиться, то у него была некоторая ответственность в церкви. Если бы вы его видели, то бы сказали, о, он очень посвященный Господу. А теперь вы бы сказали, о, нет, он теперь не посвященный Господу. Каждый находится в разной ситуации. Поэтому хороший лидер понимает, что жизнь каждого, она отличается от жизни другого. Невозможно к каждому человеку относиться одинаково, это неправильно. И у людей разные сезоны в жизни, разные периоды. Иногда у людей проходит кризис, у них проблемы в браке. И, возможно, когда у них кризис, они не могут заниматься тем же, чем занимались раньше, когда все было хорошо. Возможно, что-то они и могут сделать, но не так много. Поэтому мы должны быть милостивы, распространить благодать для них. Но все то же время, а если ты ученик, я ожидаю, что ты будешь работником. Я справедлив к людям. И они могут прийти ко мне и рассказать, что происходит в их жизни. И не бояться, что я разозлюсь на них. О, как это понимает, ты не будешь детьми заниматься на этой неделе? Ты снова хочешь провести выходные где-то в другом месте? Ты разве пять лет назад не отдыхал уже? Поэтому люди чувствуют вину. И, как вы помните, мы должны создать атмосферу, где люди будут расти. И для этого они должны чувствовать безопасность. Если люди будут чувствовать себя в безопасности, у вас будет больше работников. Когда я был пастором церкви, у нас всегда было достаточно работников для всего. И никто не должен был делать слишком много. Потому что я делал то, чему я учу вас сейчас. Это действует. Много рук. И это облегчает работу. Когда я только пришел в церковь, то мы организовали обеды в церкви. И каждый приносил с собой еду. Мы садились и все вместе обедали. Я понял, что это традиция такая в церкви. Один раз в месяц так бывает. И потом я увидел, что после обеда этого, через пару минут, все убежали и ушли. Никого не осталось. Полы были грязные. Полы были грязные. Полные мусорники. И нужно было помыть всю посуду. Почистить кухню. Поэтому мы с женой всю эту работу сделали. И мы делали это каждый раз. И люди приходили к нам, болтали с нами, смотрели на нас, но не помогали. Это человеческая природа. Но я начал учить об ученичестве. И те, которые захотели стать учениками, я позволила им стать работниками. И Господь сказал, молитесь, и Он пошлет делать или на жатву. Если вы делаете всю работу сами, год за годом вы глупцы. Извините. Вы не очень умные. Не из-за того, что так Бог вас создал. Поскольку вы не исполняете то, что Бог вам сказал сделать. Вы сами себе усложняете ситуацию. И мы должны научить людей быть учениками. Если в то же время я пойду и скажу, я хочу, чтобы вы все работали. Но никто не захочет. Это тоже не подействует. Я должен учить их Слову Божьему. Когда я учу их Слову Божьему, то настоящие ученики примут Слово. И они знают, что ваши слова – это истина. И скажут, я хочу заняться этим, потому что верю, это правда. И тогда будут у вас работники. Но если вы не учите Слову Божьему, работников не будет. Слово Божье обличит сердца тех, которые открыты для Господа. Как апостол Павел сказал Тимофею, проповедуй Слово. Не говори им, что им делать. Проповедуй Слово. И это Слово переубедит людей. Если мы хотим быть работниками, для этого нужно нам также смирение, чтобы служить. Каждый хочет получить самую важную работу. Но научите, что тот, кто верит малым, будет дано многое. Например, вот я ваш лидер, и мне нужно принять решение. Я ваш лидер, и кого мне вести? Кто будет учеником? Я смотрю на всех глаз и думаю, кто верный человек? Я смотрю на тебя. Она носит очки, а у меня были не очень хорошие опыты с людьми, которые носят очки. Обычно они очень заумные, но плохие работники. А потом смотрю на другую и говорю, о, она слишком красивая. Красивенькие девочки всегда ленивые. А потом смотрю на этого парня, о, у него хорошие мышцы, такой сильный. А может быть, я постоянно ошибаюсь. Как же мне узнать? Верен в малом, будет верен в большом. Поэтому я вам каждому дам что-то маленькое поделать. Я подожду и буду наблюдать. И когда вам очень все это наскучит, и вам не очень будет это хорошо делать, то кто еще все так же останется и будет все это делать от всего своего сердца? Вот ваш лидер наверху. И этот человек будет вашим лидером. И я хотела бы рассказать вам еще историю, которую я раньше упоминал. Затем мы подойдем к следующему пункту. Один человек подошел ко мне и говорит, о, мне так нравится твое учение, оно такое хорошее. Я хочу, чтобы ты стал моим учителем, чтобы я стал твоим учеником. Я хочу, на самом деле, научиться всему тому, что ты говоришь. Я объясню ему все то, что я говорю вам. Ты должен быть хорошим учеником. Если ты настоящий ученик, это значит, что ты должен быть работником в церкви. Пастор, послушай, ты просто не понимаешь. Я хочу, чтобы ты меня научил просто. Я не верю во все это ученичество. У меня вообще другое мировоззрение. Я думаю, что тут вообще какой-то контроль. Я буду сам на своей волне такой. Его имя такое было даже как птица, фамилия птица. Он был как птица перелетная. Перелетел, перескакал с этого дерева на это дерево. И я ехал в Израиль. Я взял с собой этого Кевина, о котором я уже вам рассказывал. И этот парень Бертон говорит, о, интересно, я хотел бы тоже с вами поехать. И это будет в то же самое время. Вот когда я говорю, доберемся до Иерусалима, встретимся вместе там. Приехали в Иерусалим и встретились с ним. Я говорю, вот сейчас сядем в скорую машину, поедем в Масаду. Два часа езды. Хотел бы ты с нами? Да, конечно, он присоединился к нам. Мы едем в машине. И мы сидим в машине, и этот человек опять сидит и говорит мне, пастор, я хочу стать твоим учеником. Я хочу, чтобы ты учил меня. Тот же самый разговор. И поэтому я снова повторяю все то же, что я уже сказал. Нет, 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 ты просто не понимаешь, пастор. И в то время, когда я еще вел машину, у меня было быстрое введение. И когда у меня бывает видение, это не означает, что я не вижу все остальное. Я могу учить вас, смотреть на вас, и у меня будет видение в то же время. Потому что это происходит в вашем духе. Вы видите в своем духе и своими физическими глазами. Один из способов, как обращается Господь. И спустя некоторое время вы научаетесь отличать это, различать. Это очень быстро. И вы думаете, ой, это мысль какая-то. Но, возможно, также это может быть множеством различных мыслей за одну секунду. Одна глава в одну секунду. Вы что-то видите. Поэтому я увидела эту картину. И мы с Кевином шли по дороге. И знаете, есть такая лошадь, которая в упряжке. И мы с Кевином тянули за собой машину. Не машину, а эту тележку. Мы шли вместе и тянули тележку. И затем видение... И потом видение дальше, следующий шаг. И я уже знаю, что я вижу дальше. Это как Бог любит пошутить. У Него есть юмор. Если бы у Него не было юмора, зачем же Он сделал так, что мы смеемся? Но Бог всегда серьезный. Ну, понимаете, это очень серьезный бизнес. Нужно управлять всей Вселенной. Мы очень переживаем, много проблем у нас тут. Я не знаю, есть ли у меня решение всех проблем, но я работаю над этим вопросом. У меня такой небольшой сейчас стресс. И когда у меня стресс, я гневаюсь. Я не думаю, что Бог такой. И по мере того, как видение продвигалось, я вижу следующее и знаю, что будет. Что другой тот парень все так же сидит в машине. И он сменялся, разговаривал. И общался с нами. Это был очень приятный человек. И он мне очень нравился. Честно говоря, с ним мне хотелось бы проводить время. Но он не был посвященным. Он хотел общаться в то время, когда мы всю работу делали. Он хотел получать все преимущества, но не быть частью команды, которая делает всю работу. Если мы не осторожны, то мы можем начать вскармливать эгоистичность в церкви. И я сделаю вас еще более эгоистичными. Потому что я ничего не требую от вас. Я не требую от вас отдавать. Вы только приходите, каждую неделю получаете. О, у меня это проблема, это нужда. Ну, конечно, у тебя есть проблемы. И будут еще больше проблемы. Начни делать что-то для кого-то другого, не только для себя. На Гавайи я работала с одной кореянкой. И в конце каждого разговора с ней, она говорит, чап-чап, давай дальше. Как бы я главный, я веду разговор. А она сама себе решила, так все, остановились и идем дальше. Хватит разговаривать, я не хочу дальше говорить. Но, на самом деле, она мне очень нравилась. И, вероятно, на самом деле, мы все уже как бы все завершили. Но ей нравится идти дальше, все, давай работать. Она кореянка, она из Кореи. Китайцы любят работать, корейцы любят работать. Они все еще работать, а мы уже помираем, лежим. Да, они удивительные люди. Я не рад, что я, конечно, китаец или кореец. Но всякая культура отличается от другой. Я очень уважаю корейцев и китайцев. Поэтому ученик – это работник. Ученик приносит много плода. Иоанна 15, 7. И мы уже тоже об этом говорили. Если вы ученик, то в вашей жизни будет плод. Если вы ученик, то Бог действует через вас. Если Бог не действует через человека, тогда Он не ученик, на самом деле. Давайте исправим эту проблему. Они просто приходят в церковь и сидят там и говорят – сделай больше для меня. И вы думаете – о, я лидер, я несу ответственность, я должен сделать все, что вы говорите. В четыре часа я должен приехать, помолиться о вас. Все, я еду. У моей жены, с моим мужем проблемы. Можешь приехать, пастор, помочь решить это все? Нет, этим ли должен заниматься пастор, решать все проблемы. Пастор мне нужно это, пастор мне нужно то. Отличается очень то, когда у человека на самом деле настоящая проблема. Но если вы решаете проблемы некоторых людей, и только из-за их образа жизни, и у них завтра будет три проблемы, не одна. Не помогайте этой проблеме. Пускай они поживут с проблемой. И когда они уже достаточно покушают со свиньями, тогда они сами скажут – мне не нравится эта еда, которую свиньи едят. Я не хочу так жить. Какой уже ответ на этот вопрос? Блудный сын, что сделал он? Вот, бери свои деньги, теперь бери свои проблемы. Если ты любишь Бога, то ты дашь мне больше денег. Если церковь любит Бога, если ты любишь Бога, тогда вы мне дадите деньги каждый раз, когда они мне нужны. Я тысячи раз слышал это. Тысячи раз. Не сотни раз, тысячи раз. Нет, зачем мне давать тебе деньги? Мне не надо это вообще. Тебе нужно пострадать. Хорошего дня тебе. Пойду я сам себе займу себя. Посмотрю футбол, кушаю барбекю, шашлык. Наслаждайся своим страданием. И когда ты достаточно пострадаешь, возможно, ты уже прекратишь страдать. Возможно, тогда ты только захочешь решение принять, которое изменит твою жизнь. И что люди обычно говорят – мне не нужен ответ, мне нужны деньги. Люди приходят мне за финансовым консультированием. Пожалуйста, только не идите ко мне по финансовому консультированию. Только не ко мне. Пожалуйста, не идите ко мне. Вам не понравится то, что я вам скажу. Ну, если вам нужно понять, каким образом планировать свои финансы, как разбираться с ними, ну, конечно, я вам помогу. Но обычно, что люди говорят – у меня недостаточно денег. А затем вы начинаете разбираться, почему у них недостаточно денег. И затем, когда вы узнали, почему, вы говорите им – в чем проблема. Ты неверен. Ты не служишь Богу. Ты никогда не отдаешь. Ты – обезьяна. 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 Посмотрев на тебя, обезьяны становятся вообще не обезьянами. Ты больше обезьяна даже. Ты настолько зажал руку, что нужно молотком ее раскрыть. А теперь ты интересуешься, почему у тебя возникли финансовые проблемы. Понимаете, о чем я говорю? Если мы находимся в служении, то не на нас лежит ответственность решать проблемы всех и везде. Дьявол бы захотел, чтобы вы начали думать таким образом. Дьявол бы хочет, чтобы вы думали таким образом. И поэтому вы будете каждый день чувствовать себя несчастливыми. Кто-то недоволен вами. Вы будете себя чувствовать жалкими. Не на вас лежит ответственность решать проблемы каждого. Возможно, Бог хочет, чтобы у них были проблемы. Привет. Вы еще там? Возможно, Бог хочет, чтобы у них были эти проблемы. Бог хотел, чтобы у Иосифа возникли проблемы. Да. Но мы хотим решить проблемы. А возможно, нам это не следует делать. Возможно, это то, чему мы должны научить их, как решить проблемы. Как иметь правильную реакцию в этой проблеме. Как благодарить проблеме. Ты что хочешь, чтобы люди разозлились на тебя? О, Бог мой! Ты делаешь то же самое, что и я? Я не так разозляться, что по сравнению с демоном, лицо демона будет счастливым и радостным. Я серьезен, их лицо станет красным. Почему? Они не ученики. Они не хотят Слова Божьего. Они просто хотят, чтобы вы делали все для них. И Шоа сказал, идите по всему миру и учите людей. Он не сказал, идите по всему миру и делайте всех счастливыми. И делайте все, что они не захотят. Ну, конечно же, мы проявляем милость. И есть место милости, это конечно. Но если кто-то ведет определенный стиль жизни, определенный образ жизни, то нет милости в этом случае. Вы сами еще больше усложните проблему.